Александр Цибульский встретился с участниками проекта обучающей экспедиции Клуба лидеров России «Эльбрус». На протяжении месяца десант экспедиции разрабатывал предложение по повышению доступности мер социальной поддержки для семей с детьми в Архангельской области. Большой десант лидеров России в Поморье для того, чтобы представить свое видение, как улучшить и систему материальной поддержки семей с детьми и поднять предоставление социальных услуг на новый уровень. Начали с главного, узнали мнение самих северян. Это 100 часов глубинных интервью. Мы опрашивали людей как и в городе, в Архангельске и в Северодвинске, так и в поселке Холмогорского района. То есть мы хотели сделать максимально репрезентативную выборку, чтобы понимать, как и городские жители, так и сельские воспринимают меры социальной поддержки, как они им пользуются. Вместе с победителями конкурса лидеры России над вопросом работала и команда губернатора Архангельской области. Когда мы обращаемся к губернаторам, что мы готовы приехать, и передовые губернаторы нас приглашают к себе в регион, то губернатор сам ставит задачу. Ту задачу, которую он считает наиболее актуальной сейчас. Актуальных проблем немало. Кто-то не знает, какие выплаты ему положены. Кто-то хочет сократить время на получение определенных услуг. Еще одна боль особенно многодетных родителей в том, что если ты претендуешь на несколько мер поддержки, то тебе нужно заполнить, неважно, ты приходишь в соцзащиту или в электронно, ты для каждой меры оформляешь отдельное заявление. И, соответственно, хотелось как-то это унифицировать. Итоги работы представлены губернатору. Было разработано 8 решений. Одно из первоочередных – создание точек удаленного доступа. Например, на базе библиотек или школ, чтобы дистанционно решать вопросы и получать госуслуги без лишних проволочек. И уж тем более визита в областной центр. Также глава региона поддержал идею создания электронной карты, которая позволит решить проблему нецелевого расходования. В будущем ее можно будет интегрировать с единой картой жителя области.